Иисус Христос, живой Бог, любовь наш, всегда был, есть и будет посреди нас, мои родные, любимые и сердцу дорогие христолюбцы, все братья и сестры во Христе. Всем я вам желаю счастья, радости, добра, мира и домам вашим, и в душе вашей, и в жизни вашей. Я надеюсь, хоть жизнь христианина это и несение креста, но как вы помните, Господу крест помогал нести Симон Кирьянин. И я надеюсь, что помимо жалов плоть в этой жизни, на вашем пути Господь обязательно для ношения тягот друг друга, бремен друг друга, Господь вам подает истинных родных, искренних братьев и сестер, которые помогают вам нести бремена, кресты, тяготы, крест или тяготы. И на старославянском или на церковном славянском очень хорошее слово, где вот про ближнего, помните, в Евангелии там сказано ближний, там искренний, искренний мой, люби искреннего твоего, как самого себя. Просто здорово мне когда-то в свое время очень понравилось. Ну что, сегодня третий ролик о моей жизни, кто на него случайно попал, меня зовут Кузнецов Дмитрий, в интернете известен как Христолюб. У меня есть три ютуб-канала, может быть после этого видео тебе захочется на них подписаться, возможно даже познакомиться, а возможно даже и породниться во Христе. Если ты не смотрел предыдущие два ролика, рекомендую вначале посмотреть их, ну а можешь остаться и на этом видео. Я продолжаю рассказ о своей жизни, о своей христианской жизни в данном случае уже. Я вам сказал, что будет три ролика. Я вас обманул, как я люблю это говорить, но я шучу. Я, конечно, это делаю не специально, я просто что-то планирую. Это не обман личностный, да, я стараюсь, как Господь сказал, будет ваше слово да-да, нет-нет, в плане частном, да, когда ты что-то человеку обещаешь, или обязан даже ему сделать. Нет, я просто что-то планирую, но я не человек системы, не раб всяких предрассудков, да. Ну, хотел разделить на три, просто я еще переживаю себя за технику, она бывает у меня барахлитой, я могу записывать-записывать, потом смотришь, ролик не сохранился, звук почему-то не пишется. И прошлый ролик уже я понял, что стоит остановиться, 40 минут я поговорил вам о своем покаянии, о крещении в воде, как я назвал, но никакого крещения в воде у меня не было. Это было духовное крещение, в смысле символичное крещение водой, на самом деле это было просто прощение грехов, что Господь и обещал при обращении к нему. Вот, и поэтому роликов получится побольше, сегодня я назову ролик пустыня, ну или как многим не нравится это слово, это беременность. Мне оно больше нравится. Мы познаем невидимый мир через видимый, сам Господь, сам Павел, апостол его, благовестник, избранный не через человеков и нет человеков, писал, что Бога можем познавать, взирая на видимый мир. Но это действительно так. И лучший способ, самый короткий, самый верный, очень просто познавать мир, все тайны, всю истину, это глядя на Бога, который есть Иисус, и на себя, который является его образом и подобием. Это самый короткий, самый правильный путь, поэтому все это, конечно, хорошо, растения, животные, вот библейский, евангельский, в частности, образ, притча, символы Господь употреблял, как семечко, растение, вы знаете, мы сегодня тоже о нем коснемся. Но идеальный способ это человек, познание мироздания, ибо человек является образом и подобием Бога, ну а похоже мы сами знаете на кого, на Иисуса. Ну и, в принципе, конечно же, ролик, назовем не просто, ну, это не просто пустынь, это зачатие, да. Я еще раз напомню, ну, я уже не буду трогать свою жизнь до того, как я воссиял свет в моем сердце, да. Я еще раз напомню, лишь вот тот день, 3 января, мой день рождения, 8 лет назад, 7 лет, как правильно говорить, не знаю, 8 год пошел моего покаяния, 7 лет назад, получается, полных, да. В тот день, вот я вам говорил, что Бог никак мне не открылся, ни с каким именем. Возможно, даже, я предполагаю, что это был как бы Иоанн Креститель, да, его предтеча, тот свет, та радость, та любовь, которая у меня сияла, это был его предвестник. Именно поэтому он мне никак не открывался. Это тот Иоанн, это тот голос, выпиющий в пустыне, это тот призывающий голос, это тот, кто укажет мне на истину. И этот предтеча указал мне, купи Библию, купи. Я слово-то это никогда в жизни, в принципе, не употребил. Я говорю, я был очень далек от всей религии, всей веры, так называемой, как угодно называйте. И все эти полгода, с моего дня рождения по плоти, 3 января, и вот до этого я не запомнил день, я даже месяц не помню, то ли май, то ли июнь, то ли июль, потому что вот такой же был хороший, прекрасный день. Солнышко, вот даже ветерка почти нету. Это я помню. Но что это у нас вот сейчас, сегодня какое-то, 4 мая, по-моему. То есть, может быть, конечно, у нас под 30 жара, я живу на юге Воронежской области, в России. Что это было? Это вот-вот предвестник, предвестник. Я начинаю все употреблять, я вам говорил, да, все, что можно. Можно сказать, что я даже крестился в воде, символично, ну, духовно я это рассказываю, я ни в какую воду не входил, да. Все, я покаялся, я спрашиваю на крестителя, что мне делать? Он мне говорит, у тебя две тарелки, отдай одну, у тебя две одежды, отдай. Да, я начинаю меняться, все равно, я помню, я говорю, я вам говорил уже, что все равно, моя жизнь изменилась. Я, кстати, стал с друзьями общаться, я помню, там, ко мне все так же приезжали. По субботу у меня вечно тусники, вечно сходки, выходные, субботы, воскресенье, шашлыки, машлыки, бани, бассейн, у меня там все было. Я начинаю рассказывать о Библии, я начинаю уже тогда гореть. Я говорю, слушай, у меня там братья, вот по миру есть, я их братьями вся называл, друзья мои. Я начинаю там, вот бытие тогда, я помню, как я одному Сереге моему, дружку, брат свой, начал рассказывать. Ты представляешь, что вначале Бог сотворил небо и землю, он на меня смотрел, он не верил, что это Кузнецов. Он говорит, Диман, это ты? Я начинаю все из Библии, все наши разговоры сводятся к Библии, это я еще грешник все равно. Это как многие грешники любят читировать, читать, изучать Слово Божье. Но я тоже точно так же горел. Но я уже начал что-то делать, я все не вспомню. Сейчас в короткий ролик, что там вместе. И, конечно же, когда я уже топчусь у этой реки, живу при Ане Крестителе, я его ученик, да, мне понравилась религия. Я начал искать ислам, буддизм, кришнаитство. Я все там стал опять щупать, ванги, подванги, эзотерика, еще щупаю вот эти полгода. Но я при Ане Крестителе, вот я его ученик. И приходит Иисус. Я читаю параллельно Евангелие, и я вижу его. Я вижу свидетельство в сердце своем. Вот он, он, вот Агнец, берущий на себя грех мира. Он спасет народ свой от грехов своих. И я вижу этого голубя, сходящего на него. Я вижу, что это он. Я слышу, как написано, некоторый народ слышал голос с неба. Кто-то говорил, это гром, кто-то вообще ничего не слышал. Самые лютые грешники, кто там стояли. Кто-то слышал даже это. Слышали голос Божий, он сын мой возлют. Ведь, оказывается, еще и голос был с неба. И некоторые слышали его. И я услышал. Я услышал и раскаялся. Уже абсолютно и бесповоротно. Я увидел Иоанна Крестителя, услышал, который говорит, вот он, идите за ним. Я лишь светильник на малое время, чтобы вы порадовались. Но это уже Иисус, помните, я интерпретирую немножко. Вы хотели, это малый светильник, на малое время. Вы хотели и в его светит порадоваться, а я больше не его. И все, я пошел в тот день. Я не помню, какой этот день. Даже месяц точно не помню. Почему-то не запомнился мне. Может, это был май, а может, июль. Это все-таки разница чуть ли не в два месяца, в три. Все, я уже бесповоротно пошел за Иисусом. И куда я пошел? Как эти ученики? Рави, где живешь? Полгода я начинаю исследовать, где он живет, смотреть, как он живет, что он говорит. Я с ним остаюсь до вечера или на всю ночь, как там в Евангелии, не совсем понятно. То ли они до утра с ним пробыли. И я остаюсь с Иисусом. Все, я смотрю. Он говорит, идите, увидите. И я иду. Я полгода уже, все, я уже отодвинул. Я выбрал Иисуса и отодвинул. Все, я прочитал Коран. Мне это все претит. Я говорю, сутр, я две прочитал из вас. Все. Это не мое. Это какая-то, простите, ахинея. Но по сравнению с Евангелием, это вообще ничего. Вообще ничего. Не просто сколько-то, вообще ничего. Я чувствую мое сердце. Я никогда не протеялся Духу Святому. Все, я иду так, как зовет меня Бог. Абсолютно. Ой, что-то паучки полетели. И вот она, вот моя, вот моя вечеря. Первая вечеря с Иисусом. И все, я выбираю его. Что происходит? Что означает мое видение на мое очередное плотское день рождения через год? Конечно же, это видение, этот ребенок означает зачатие. Не сразу человек рождается. Родиться семечкой с земли не сразу выходит. Вы его не бросаете. Вот я проращиваю рассаду. Извините, я сначала бросаю его, закрываю в темное место, чтобы оно там проросло или сразу в земле. И только оно может выбиться, может нет. У меня многие семечки остаются в земле, вообще не всходят. Я посадил клетку вам от сердца, от жизни, говорю. Посадил клетку вот только в этом году капусты. Десять на десять, сто штук. Десять штук все взошло. Можно не выйти, можно не родиться, можно отвергнуть все равно. Можно стать побежденным дьяволом. Это пустыня, в которую выходит Иисус. Это жизнь каждого человека. И символ это, хотите, семечко, умирающее в земле, дающего корень сначала и росточек вверх. Без корня, без упования на Бога, без внутренней жизни, стержня, ты никогда вверх не выйдешь. Тебя сломает. Ты не достанешь до воды живой, ты засохнешь при первом солнце. Господь рассказывал потом прекрасную притчу. Растение сначала корень дает. Ты должен укрепляться в Боге. Внутренней. И эта внутренность будет появляться наружу в соответствии. Сколько у тебя будет мощнее и длиннейший корень, настолько будет твоя проявленная жизнь святая. Символ пустыни, это символ зачатия. Женщина беременная носит плод, никто не видит, что там происходит. Никто. Там из двух капелек водички, мужского семени и женской яйцеклетки, происходит чудо. Чудо соединяется. Из этого чуда, из двух водичек, микронных водичек появляются кости. Помните, как в книге прекрасно мать этих сынов Маковейских говорила, я не знаю, как Бог, как она красиво сказала, соткал кости твои, ваши во чреве моем. Какая меня, помню, поражала, как она говорила. И благословляла их на эту смерть за исповедание и смерть за свою веру. Хотя любила их, конечно же, выносила их. Но она говорит, ты Бог мне дал. Я не знаю, как ты это сделал. Это, конечно же, поэтому идеально я люблю. Да, семечки это хорошо, но лучший образ это человек. Поэтому некоторые даже с такими бородами меня не понимают и тукают меня за это, тюкают. Идеальный образ это никто не рождается сразу. Есть период беременности, период плодовынашивания, плодоношения. И только потом рождается человек в мир. И это символ вот этой Господней пустыни сорокадневной. Это символ хождения израильского народа 40 лет водительства по пустыне. Да и потом, чтобы войти в землю обетованную, они еще шли под предводительством Иисуса Навина. И Господь, перед тем, как сказал, свершилась на кресте, еще всю жизнь прожил в благотворении, в благословении людей, в святой жизни. Евангелие Иисуса Христа, вера христианская, это не черно-белое протестантское мышление о спасении и неспасении человека. Это жизнь длиною в бесконечность. Бог не познаваем ни в микро, ни в макро мире. Он альфа и омега, и ему нет предела. Этот ребенок в моем видении, конечно же, означает мое будущее рождение, ибо, как Петр говорил, вы родились не от слова, не от семени тленного, но от семени нетленного, от слова Божьего, от слова Христова, от Евангелия, от благовестия, от святости, пребывающего вовек. Но чтобы родиться, надо зачаться и не погибнуть. Меня поймут женщины, у которых, наверное, погибал плод в утробе или рождались мертвые. А огородник меня тем более поймет. Далеко не каждые семечки сходят. Хорошо, если половина. Многие умирают в земле, так и не родившись, и не выйдя наружу, не показавшись на свет. Можно погибнуть, как Господь рассказал притчу, но сегодня мы ее не будем, потому что сегодня мы только коснемся вопроса, я его назову пустыней, беременность всем претит. Я назвал пустыней, но уже в ролике вам действительно дают настоящий жизненный человеческий образ. Хоть Господь его не применял, но мы, глядя на мир, можем... Господь сказал, и больше меня сотворят. Мы все это видим. Господь принес нам совершенное учение. Это учение о святости. А это все символы, образы мы можем разно использовать. Господь не претендовал здесь на всеобъемлющиеся вот этих вещей. Мы можем применять образы современного нам мира при развитии технологий определенных. Что же происходит в этот день? В этот день происходит мое зачатие. В этот день происходит мое настоящее крещение Святым Духом. 3 января, 7 лет назад, я услышал слово. Вера от слышания. Слышание от Слова Божьего. Слово Божье выходит из чистого усы. Это всегда образ Иоанна Претечи. Это самого Иисуса, его апостолов и всех нас, последующих учеников. Полгода я ученик Иоанна Претечи. Топчусь у реки Ордан. Полгода я сижу с Иисусом в горнице, смотрю, где он живет и что он говорит. И я иду за ним. В эту ночь, как я вам рассказал в прошлом ролике, я оставляю все. И это начинается пустыня. Борьба с дьяволом. Да, я ухожу от своей женщины. Я даже не знаю, гражданским браком ты не назовешь. Потому что я никогда к нему не относился, все равно как к браку каком-то. И оставляю все. В жизни меня, в принципе, мало чего интересовало. Какие-то все равно там власть, как мне там тык, что-то с тщеславием с моим. Власть, вы по мне видите, над кем я беру власть, меня она не интересует. Тщеславие? Нет. Деньги? Нет. Меня никогда не интересовали деньги сами по себе. Лишь то, что можно их купить, и то только для того, чтобы доставить удовольствие. Причем не только себе, а если это удовольствие, то радость моя может со мной разделить кто-то. Только это все мне нужно было. Сами цифири, или мешок под попой, простите, меня никогда не радовал. Или большие цифры и много налей на счету. Меня это никогда не заводило и никак меня не радовало. Но я остаюсь и в мире. Да, я спровоцировал скандал, ушел. Я перестаю блудить. Я вообще ни с кем, я не ищу себе женщину, ни девушку никак. То есть блудом я заведую. Я не ищу, естественно, какая там женщина. Мне нужен один, только Бог. Мне ничего не нужно. С этих дней я начинаю безбрачный образ жизни. Более того, ну, целомудренный и безбрачный образ жизни. Я возвращаюсь в дом к родителям. Родители меня не понимают. Ну, папа у меня такой, я не знаю, как сказать. Короче, папе все равно в хорошем плане. Всегда в этом плане. Меня он устраивал. Я его, наверное, тоже, я надеюсь, да. Мама не понимает, сестра не понимает. Дома начинается, можно сказать, гонение, как у всех. Меня также планируют положить в дурку. Потому что у сынка поехала крыша. Сынку ничего не надо. Сынок сидит один в пустую комнате. Потому что я все там оставил. Мне не мебель. Я приехал в родительский дом. Там была у меня своя комната. Естественно, там ничего нет. Я все оставил. Приехал с одним ноутбуком и сумкой. Я оставил там машины все. Я говорю, все оставил. Все, где жил, все, что туда вложил. Ничего у меня не было. Все, я оставляюсь без ничего вообще. Но я работаю. Я устраиваюсь в банк. Меня берут на работу небольшим начальником. Хорошая зарплата. Месяц я отрабатываю. Меня уже все. Все, мне это не нужно. В банке кто работал в таких сутру знает, что происходит. Как там уничижают людей. Этих девчонок. Там я работал в сфере кредита. Ну, был начальником вот этих точек там. Их там обманывают. Меня заставляют, естественно, все это делать. Врать им в лицо нагло. Вам все будет. Премь их лишать. Все. У них зарплата в концовке меньше, чем у меня, наверное, стипендия была в институте. Я понимал, что это мир лежит возле. И я не хочу участвовать в грехах мира. Я хочу сам очиститься от собственных грехов. И я ни в коем случае не хочу участвовать возле в любом его проявлении, где бы оно ни было. Я ухожу. Мне этих денег, которых мне зарплату дали, мне бы хватило еще на год житья. Ну, естественно, я работаю. Мне дают. Я много чем занимался. Рассказываю, мне 100 профессий. Не зря я вам про это рассказывал. Курсы массажа. Но они просто связаны. Это последнее мое, так скажем, образование. Вот. Муравьишки по мне ползают. Знакомый предлагает мне сделать ремонт квартиры. Я соглашаюсь. Делаю это два месяца ремонта. За дня в день. Тоже там хорошие. Мне платят деньги. Мне они не нужны. Мне уже незачем деньги. Я, правда, раздав все. То, что... Там еще в долгах в некоторых осталось. Ничего не стало. Я говорю, сам еще машину. Надо было машину продать до долги отдать. А я что-то отдал эти машины. И сам еще за себя эти долги отдал. Вот. Но это не важно. Отдал все. Там расплатился. И я говорю, деньги мне эти не нужны, в принципе. Я понимаю. Более того. Еще у меня шеф. Я, кто знает, я занимался ночными клубами, ресторанами, всеми этими вещами. Более того. У нас в последние годы поменялось немножко направление. Мы стали открывать рестораны для женщин. Сугубо для женщин. Ну и для некоторых богатых мужчин. Вы представляете, что это такое? Ну, там не полный разврат, да? И это даже не стрип-бар для женщин. Нет. Это, ну, такой ресторан вольного поведения. Что-то такое. И когда меня, кстати, когда я стал, это в следующих роликах вы уже ближе к теме, но и вы меня видите, когда я стал проповедовать уже открыто в Ютубе, в жизни, ну, в жизни-то я с самого начала, я говорю, я и родителям все это пытался сказать. Родители все это отвергают, до сих пор не принимают. Мою жизненность знает, я в ней стою твердо. Вот. Но пока вот домашние мои не хотят все это принять. Ни друзья, ни один из моих друзей пока к этому близко. Хотя все знают, вы знаете, я свою жизнь вот не скрываю. Все знают, как я живу. Все. Я и однокурсник, и одноклассник. Все, кто в интернете меня видит, вы знаете, я ничего не скрываю. Все эти проповеди выкладываю публично. Вы представляете, кто я для них? Они на меня смотрят, они не верят. Кузнецов, это ты, это твои ролики. Я ничего не стеснялся, никогда ничего не боялся. Так, 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 что я говорил-то. И вот эти, это работа, да. И когда мне говорят, что ой, создать секту какую-нибудь, чуть ли не сексуальные там женщины. Да, я жил в блудной жизни. Да, у меня было много женщин. Но это не было моей страсти. Я всем говорил. Хотя многие до сих пор не могут поверить, что это я. Зачем мне все... Я, ну, таким людям ничего доказывать не собирался. А так вот вам говорю от сердца в сердце. Если мне это надо было, у меня все это было, во-первых, без всякой религии, где там господствуют над душами людскими, я мог и так спокойно женщины скушать и соблазнять без всякой религии, что она мне больше дала бы. Живой пример. Я говорю, я еще делаю это ремонт, мы открываем новое заведение. Представляете, что меня окружает? Меня окружает все. Я помощник управляющего. Очень ценный у этого управляющего. Он меня очень ценит. Даже в кабинете управляющего я сижу на месте управляющего. Он обычно рядом. Но он просто более подвижный. Любил там всем этим сам заниматься многими вещами. Даже я сижу на лучшем месте, чем... Мы с ним просто дружили. Это не просто работа была. Пожалуйста. Море женщин. Женщин богатых. Не зря мы переключились на это направление. Женщины богатые. Ну, сами или мужья богатые. Женщины, деньги, слава, власть. У меня все было. Я уже ничем этим не пользуюсь. Кому-то кажется удивительно, А я свидетельствую, что это так и есть. Девять месяцев вот эти, Которые я ухожу от своей девушки, женщины. И вот этими всеми вещами я занимаюсь. Неважно, в банке я работаю. Там тоже разные люди круга. Я живу в обычном мире. В большом достаточно городе. Воронеж город миллионник. Все там есть у нас. Я вот хожу на работу. Ну, я хожу только на работу и до дома. Ну, где-то вот гуляю. Стройкой-то я занимаюсь. Ремонтом квартиры этому знакомому. Он меня позвал. Он видел, какой я ремонт у себя сделал. Ему понравилось. Он меня пригласил себе сделать такой тоже. Ну, и потом этот клуб очередной. Еще мы делаем. Казалось бы, вещи несовместимые. Но я так живу. Но я полностью все оставил. Все, что я делаю. Хожу в это заведение, там управляю. Да, я целыми днями. У меня либо затычки в ушах, И шеф не против. Он уже готов на все, лишь бы я работал. Мы с ним очень долго проработали. Десять лет, знакомые. Работали. И он готов мне уже все был. Простите. Да, все согласится. Лишь бы я не ушел. Вот. Потому что заменить как бы... Незаменимых не бывает, но заменить можно. И он сам говорил, тебя можно заменить. Но десятью человеками. Да. А ты у меня один. Он меня сам взращивал в этом плане. Но я целыми днями в Писании. Я уже стал изучать предания. Все это потихоньку. Я стал изучать не предания, а историю церкви. Помимо Библии, Ветхого Завета и Нового Завета, кратенького. Я начинаю изучать. А что же после? Что же после? А где дальше? Ну хорошо, Библию обрезали как-то странно. А послание, книга деяний, как бы ни на чем так уж совсем заканчивается. Послание, книга откровения. А что между всем этим? Как будто выкинули. Я естественно изучаю, что историю церкви. Как это сейчас называют. Об этом сегодня не будем говорить. То есть вот я это все делаю. Поразительно, что этот период совпадает. Почему я ищу, мне так все эти близкие образы, беременность реально проходит 9 месяцев. Женщина вынашивает в среднем классика, да? Богом задуманной природы. Я понимаю, кто-то раньше, кто-то может затяжные какие-то. Я не сильно в этом селем в статистике. Ну, насколько знаю, женщина где-то 9 месяцев беременна. Реально проходит с 3 января. И в сентябре, то есть практически 9 месяцев, я оставляю вообще все. Да, эти 9 месяцев я ничего. Я говорю, я в этих клубах работаю. Меня все это окружает. Меня это не интересует. Это реальный образ пустыни. Вы вспомните, что сатана предлагал Иисусу. Хлеб сделать из камней, то есть из ничего. И я все это мог делать. Я из камней мог. Деньги рекой могли течь. Опять. Там чаевые по 2, по 3, по 10 тысяч оставляли. Еще когда это было? Это 8 лет назад. Естественно, все персонал с нами делился этими чаевыми. Поклонись мне, Пав. Я все это дам тебе. Мне это не надо. Ничего мне не надо. И это не какие-то фантазии, как многие там борются, фантазиями там, сексуальными. Мне все доступно. Мне абсолютно все доступно. В любой форме, в любом виде и в любом количестве. Меня это не интересует. Это вот моя пустыня. Борьба с дьяволом. Можно так жить. Действительно, потом и... Ну, мы смотрим передачи. Вы сами, наверное, много сталкивались, видели. Действительно, сколько извращений Евангелия. Действительно, есть какие-нибудь там секты, создают даже сексуальные, на основе Иисуса. Там Евангелия. Ого! У меня тут шмеляки какие летают. Вот. Все это есть. Я понимал, что это невозможно. Есть это процветание проповедует там в сектах, в протестантизме. Я слушаю только вот здесь. Я понимаю, это невозможно. Даже то, что я живу еще, пытаюсь так в мире жить, я понимаю, это несовместимо. Я не могу сидеть на двух... Я пытаюсь для себя какие-то отмазики найти. Ну, смотри, я в мире, я живу тоже. Я там проповедую, в принципе. Все знают уже, кто я. Все поняли, что этот замначальника шизанутый религиозник. Вот. Уже понятно, многие, наверное, заглазат там все обо мне. Обо мне знает город, тот, которым я и кто обо мне знает, меня знает. Все это быстро распространяется, молва всегда. Вот. Ну, я вот так вот живу. Вот моя пустыня. Вот он, мир. Вот он, сатана, тебе все предлагает. Он говорит, это все можно. Можно вот так. Можно. Я понимаю, что нельзя. Я понимаю, что это не путь. Вот она, пустыня. Настоящая пустыня. Настоящие испытания, искушения. Хотя, единственное, что я говорю, кажется, что это прям такие борьба до крови и пота. Нет. Это просто период, я называю. Если честно, я ни с чем не боролся. Я говорю, я устал даже от женщин, от всего этого. Я понимал, что все это, это все мимолетное. Это все. Я достиг предела. Я все там посмотрел. Когда мне, говорит, или кто-нибудь жалуется. Я помню, там, братья звонили. Вот как-то меня там все искушает. Меня мысли одолевают. Я говорю, брат, я тебе честно, я тебе даже от опыта не знаю сказать, как бороться с этим. Потому что я не борюсь. Я в своей жизни, я говорю, мне сатана не может ничего показать, потому что я все видел. У него самого волосы дыбом вставали где только возможно. Того, что я вытворил. Я говорю, что мне нового. И я понял. Я там достиг предела, планки. Я понял, что нет. Там нет никакой любви. В разврате нет ничего хорошего. Это все мимолетное. Нет никакой любви. Нет никакой радости. Нет никакой верности. Нет никакого доверия. Нет святости. Это все мимолетное. Это все не имеет сущности. Природа. Сегодня-то есть. Завтра ты этому человеку не нужен. Он тебе тоже, возможно, не нужен. Это все ничего. Это пустота. Я все это понимал. Я говорю, когда Господь меня призвал, тогда, сияв вот в этом аудитории этой, где мы на курсы ходили этой народной медицины, конечно, я внутренне уже был опустошен, я понимаю, в жизни. Хотя явно я как-то это не выражал и сам, может быть, не до конца понимал. Но, видимо, это был предел. Предел. Предел отношений с друзьями, с родителями. Вот с этим тогда вообще уже я не в блуде жила, а все-таки с этой девушкой, женщиной, не знаю, как правильно говорить. Женой не назовешь. На самом деле была пустота. В жизни ты все понимаешь, все уже мрачнело, мрачнело, мрачнело. Внешне эта гонка вечная, что-то надо все время, что-то надо. Все это было тяжело уже мне. Я не был никогда не материалистом вот этим всем. Мне вот достаточно. Вот я вышел, солнце, я радуюсь. Никто, верите, не верите. Я могу весь день просидеть. Просто вот хорошо. Птички поют. Я работать могу на любой работе. И работал. Лишь бы там здоровью, допустим, или мозги позволяли. То есть все это в жизни, все очень просто. Но когда ты живешь до покаяния, сколько стереотипов. Сколько вот этих рабских оков каких-то. Ты все равно что-то из себя строишь порой тоже. Ну, такое у меня все равно было, конечно. И тогда тут им я был далеко не святой, мягко скажем. После покаяния ты меняешься. Ты действительно освобождаешься. Ты становишься счастливым. Потому что ты просто становишься свободным. Вот и все. От всего этого. Ты никого из себя ничего не строишь уже окончательно. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Я, конечно, тоже что-то из себя строил. А потом ты освобождаешь. Ты просто живешь. Ну, не такой какой ты есть, а таким как надо быть. Это тоже очень важно. Вот она, пустыня. Ну, и проходит. Мы там еще в Москву едем. Сначала тут в соседнем городе вот это все работали. Потом в Москву еще едем. И все. И уже в Москве уже все. У меня вот так вот подходит. Все. И я все оставляю. Уже все. Я начальник. Мы возвращаемся в Воронеж там. И я говорю, я задаю тебе все. Все, что я умел. Все, что я вот еще корректирую. На мне же много висело. И все. Вот оно мое. Вот это было мое рождение свыше. Я оставляю все. Вот это больше. Я уже ничем. Я говорю, я уже понимаю, что ты должен быть свят во всем. В работе даже. Ты должен выбирать что-то хорошее, что-то правильное. Ты не можешь заниматься вещами непотребными. Это касается всех областей жизни абсолютно. Я понял, что надо просто стать абсолютным совершенным. Как и призывал Господь. И это не просто слова. Я говорю, естественно, эти 9 месяцев я полностью погружен в Евангелие, в Новый Завет, в Библию, в историю церкви. Это кажется сейчас так просто сказано. Я говорю, вы посмотрите на меня, кто знает мою жизнь. Я фанатик. В хорошем смысле этого слова. И действительно настоящий христианин тот, кто фанатик святости. Я понимаю, что я всегда был идеалистом. Идеалист хотите, да. Я всегда. Мне все надо сделать идеально. Хотя с этим качеством надо бороться. А то ты все хочешь делать идеально и не делаешь ничего. Это вот, это может качество, это желание. Оно может и в хорошем русле работать, и в плохом. Вот не забывайте. Тоже хочу поделиться. А многие из вас опытом знают. Лучше делать плохо. Я тоже сижу, ой, вот это все не скажу. Или это, а потом забуду. Ну, еще подготовлюсь. Включай и пиши. Я себе говорю. А там как получится. И так все надо делать. Не умеешь ты прививать. Бери и прививай эту яблоню. Привьется. Одно на сто вон у меня. Опять второй год делаю. В прошлом вообще ничего не получилось. В этом году из четырех веточек одна, по-моему, привилась. Первый опыт. Скоро хочу записать ролик вам. Порадоваться вместе со мной, чтобы вы... А все почему? Берешь да делаешь, и голову себе не забиваешь. Ну, а внутреннее, конечно же, должно быть стремление к совершенству, к святости. Ибо это заповедь Иисуса. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Ну, только в чем, конечно же? В святости. А святость в чем? В любви к ближнему, в радости жизни, в уповании на Бога и долготерпении, в скорбях. В мире души и по возможности со всеми. В кротости, в смирении. Вот. Вот так вот. И я оставляю все уже. Уже окончательно. Это вот... Вот это мое рождение свыше. Причем я говорю, не путайте. Крещение Духом Святым. Это лишь зачатие. Это не рождение свыше. Кто мои ролики смотрел о крещении, вы все это на каналах найдете. Есть вообще плейлист у меня, да, вот это Духовная жизнь, рождение свыше. Кто не смотрел, рекомендую посмотреть. Не путайте. Все это черно-белое, особенно протестантское мышление, все придумки, ничего вообще с жизнью не имеющего. Все эти картинки, даже протестантские и православные, где почему-то Дух Святой сходит в воде, хотя нам в Евангелии четко написано, что Иисус вышел из воды. И это очень огромная разница. Он вышел из воды и на берегу, на суше он был крещен Духом Святым. Крещение в воде это только символ покаяния твоего, такой материальный, видимый. И то можно и без него покаяться. И Бог тебя простит, как это было со мной, я свидетельствую своей жизнью. Все эти плотские вещи, все эти обряды, традиции, как автор послания к евреям писал, к 12 коленам рассеянным, израильским, что все эти обряды, даже сейчас понадуманные в Новом Завете, и даже которые нам в Евангелии оставлены, это лишь все до плоти они относятся. И можно без них спокойненько обойтись. Вот так вот. И я лично своей жизнью свидетельствую, что это так. Я говорю, я проповедую и верю, я, соответственно, исповедую и проповедую не бумажного Бога, а истинного живого Бога, пришедшего во плоти 2000 лет тому назад Иисуса. Вот так вот. Вот. И поэтому, конечно же, вот, да, вера от слышания. Услышал я слово 3 января, 7 лет назад полных. Через полгода я увидел Иисуса, так скажем, полностью и пошел за Ним. Посмотрел, где он и как живет. И пошел за Ним в пустыню для искушения от дьявола. И я оставил весь этот мир. Все. И в тот сентябрь я вышел. Вышел. И на тогда. Это было зачатие. Ведь дух с небес сходит голод на человека. Это символ семечки, упавшую в землю. Это мужское семя, попадающее в лоно женщины. Это символ зачатия. Вылупишься ты. Выйдешь ты из чрева матери. Выйдет семечко из земли. Пробьется она. Это большой вопрос. Победишь ли ты лукавого? Помните, как Анна Богослова писала? Вы победили лукавого. Надо победить его. Отвернуть все это. Потом, правда, тебе и на протяжении всей этой жизни будет предлагаться. Мне и сейчас вот им, когда мне тычут. Да и, в принципе, это и есть через человеков уже. Предложение. И слава их, да, когда тебе, там, может, на щит возносит. И превозношение, гордость. То есть, власть тебе. Кто-то сам отдается тебе в рабство. Не принимай этого никогда. Деньги тебе будет давать. А ты раздавай все. Чем я и занимаюсь. Вот. И чрево будет. В принципе, секс это можно отнести к чреву тоже самое. К похоти и плоти. Чтобы побольше, послаще покушать. Что другие удовлетворения тела. Какая разница, живот ты удовлетворяешь или другие свои органы тела. Это не важно. Всегда тебе будут предлагать камни сделать хлебанье. Но я знаю, что там нет ничего уже, чего меня Бог питает своим хлебом с небес. Уже восьмой год я знаю, что это такое. Это ни с чем не сравнимо. И никогда я ничего на это не променяю. Вот так вот. Ну и вот это я день не помню. Это где-то сентябрь. В тот день я уже... Ну, через это моего начальника, когда я ему это объявил. Я уехал к родителям на ночь. Собирался уехать я в один монастырь. Ну, естественно, вот эти же девять месяцев я изучаю. А история церкви, кто знает, я хоть в нее лживую не верю уже практически ни слова. Но написано в основном. То есть сейчас это... Естественно, это государственные религии, как ортодоксия, православие, протестантизм. Ой, православие, католицизм. Писали они. Мы лишь можем верить в то, чему написано. Естественно, за эти полгода я уже с этим столкнулся. Все это изучал. Ну, и стал слушать каких-то проповедников. Хотя я сам, вот я почему говорю опять, меня Господь вел эти года сам. Я Евангелие изучал ни в каком-то... И заметьте, я уже вам рассказал период своей жизни длиной почти в два года, год и девять месяцев. И ни разу вам не сказал, что я ходил в какие-то собрания, с какими-то так называемыми христианами общался. Но при этом я сутками изучал Библию. Сутками вообще, сутками. Если я не могу читать, я устал, я слушаю. Я устал слушать или есть возможность почитать. Вот, я читаю. Везде и постоянно. По 20 часов в сутки я это делал. Все эти девять месяцев. Я десятилетку за два дня прошел. Многие за всю жизнь Библию ни разу не прочитали. А я ее кругами начал наворачивать. Новый Завет, Евангелие, я вам даже сказать не могу, сколько я раз в жизни прочитал. Я по четыре Евангелия в день читал и слушал. И так изо дня в день. Ну и когда я ухожу, приезжаю домой к родителям, переночевать. Собирался на три дня поехать. У нас есть такой Задонск, такой поселок. Там Задонский монастырь. Я хотел туда съесть на три дня. Все это я уже вам не буду рассказывать. Все это ни к чему. И мне звонит знакомый наш общий. Это знакомый вот этого моего шефа клубного. Мой знакомый. Моя знакомая также 10 лет уже. Вот, друзья. И так я скажу. Но мы на три года где-то перестали общаться. Тогда мы немножко там... У нас был конфликт. И мой начальник и я. Мы перестали общаться с этим знакомым, другом Сергеем. Ну, у моего начальника он очень любит распространять информацию. Я говорю, я не успел ехать до дома. Посидел дома пару часов, там покушал. Что с утра собирался уезжать. Уже звонит мне Сергей. Я говорю, ты что, в монастырь собрался? Я говорю, а ты откуда знаешь? Мы три года вообще не общались. Он говорит, да и уже дошла информация. Я говорю, ну, ясно. У нас город работает. Я говорю, у Жени язык, конечно, не держится. Я думаю, вот это скорость. Вот. И доходит. И он мне звонит. Я говорю, ну, так и так. Он говорит, что там, что в религии удавился? Ну, я ему так вкратце рассказал, что да, я уже давно. Я говорю, я просто жил так время. Говорю, ну, вот, все, решил оставить. Он говорит, у меня есть, типа, священник, поп в деревне. Монах, типа, вот, там, на приходе. Хочешь, типа, к нему съездим. Я говорю, лучше. Я любился. Я что-то делал, все осталось по знакомствам, там, лечиться. Ну, любому близкому человеку ты же доверяешь. Плохого, как говорится, не посоветуй. Я говорю, да, что, здорово. Он говорит, ну, приезжай ко мне. Он там жил, в частном доме, в центре города. Ну, и все. Я еду к нему. Мы всю ночь ля-ля-ля-ля-ля-ля. Там, может, поспали чуть с утра, я не помню. Ну, мы три года не виделись. Я говорю, вечер. Я сразу же, все, беру эту сумку. У меня одна сумка. Я собираю уже все. У меня ничего нету. Даже компьютер. Я все пораспродал, все отдал, все, чтобы у меня помещалось, все. И у меня была такая сумка. Я собираю немножко вещей. Ну, все, я еду к нему. Доезжаю вечером. Там полночи мы в ночь трепемся. Разговариваем, общаемся, что-то вспоминаем. У нас были совместные дела. Мы там кое-что тоже делали вместе. До этого конфликта, так скажем. Ну, когда мы расстались, не общались. Ну, и едем к этому попу-священнику, как их называют. Вот сюда, где я сейчас обитаю. Это село Пузево в Воронежской области. Ну, оно на юге области. 200 километров южнее Воронежа. Ну, об этом уже в следующем ролике. Вот оно, мое рождение. Моя жизнь кардинально поменялась. Это рождение свыше. Это уже ты младенец пусть, но ты живешь другой жизнью. Как ребенок? Ну, годовалый ребенок понимает, что он родился в этот мир? Нет. Двух годовалый понимает? Нет, трех, пяти. Ну, семь лет, ну, восемь. Ну, десять лет ребенок. У меня нет детей, но я понимаю, я сам вырос. И на других могу посмотреть. Вы, конечно, можете поспорить со мной в комментариях. Вот. Ну, когда ты понимаешь, когда ты, в принципе, сам половозрелости достигаешь? Двенадцать, тринадцать. Какие-то картинки увидел. Мир видишь. Как животные детей заделают. Как рождаются. Ты все это понимаешь. Может быть, уже где-то взрослые картинки увидел. Ну, в принципе, приходит у самого человека зрелость. Обычно потом ты понимаешь. Ну, понятно, и в семь лет ты уже понимаешь. У тебя же день рождения, вы празднуете. Ну, все равно, что там понимает ребенка? Я же говорю, а год, а два возьмите. Я говорю, это сейчас. Ты смотришь вот на себя со стороны. Ты знаешь все эти моменты, почему я так рассказываю. Тогда что я понимал-то? Да, шла-шла жизнь. Да, шла. Сейчас вот здорово можно так посмотреть на себя. Это было мое рождение. Это было мое младенство во Христе. Ну, о котором я вот расскажу в следующем ролике. Я считаю себя... Кто-то сейчас скажет, что это гордо опять. Меня там закидает помидорами. Я считаю себя достигшим зрелости во Христе. Поэтому ролик будет еще следующий. Возрастание во Христе. Ну, и последний – зрелость. Говорю я это не то, что там самоси. Я просто хочу поделиться опытом, чтобы люди все это понимали. Если ты о себе этого не знаешь, это говорит как раз о том, что ты этого просто не достиг. Вот и все. Если ты это осознаешь, если к тебе это пришло... Это как мне говорят, ну, как, я рожден свыше или нет? Я говорю, ну, если ты даже в этом сомневаешься... Вот ты меня спроси, вот я рожден, вот на меня посмотри. Вот скажи мне, что меня нет, я скажу, человек, у тебя что-то или с глазами, или с головой. Я же перед тобой есть. Я есть или я нет? Он говорит, есть. Ну, вот и все. Так же и здесь тоже. Все очень просто. Рожден, он знает, что он рожден. Единственное, ты можешь быть еще младенцем во Христе, или там двух-трех-пятилетним. Ты еще не понимаешь, ты еще не помнишь тот момент, а вот когда я тогда это был. И, в принципе, это могло быть достаточно яркое событие. Я говорю, ну, пока мы все это немножко не понимаем. Евангелие не читаем, ничего нам не открывается. Заметьте, я вам все по Евангелию рассказываю. Мне кажется, это странно. Потому что это путь. Об этом сказал сам Иисус. Если ты не видишь отражение своей жизни в зеркале, в Евангелии, навряд ли ты идешь путем Христовым. Навряд ли. Вот так вот. Ну, и вот это мое рождение свыше и жизнь, возрастание во Христе. Об этом я вам расскажу в следующем видео. Как я уже сказал, на YouTube у меня три канала. Подписывайтесь, смотрите видео, ролики, какие вам интересны. Ставим лайк, кому понравилось мое свидетельство. Кому полезно отрадно-назидательно мое служение, кто с ним знаком, конкретно с этим роликом, можете поделиться им со всеми, кто интересуется христианством, истиной. Может быть, личное свидетельство. Обычно оно сильнее любых слов. Так что поделитесь. Может быть, даже с вашими родственниками. Может быть, им интересно все. Что Евангелие? Какие-то бумажки написаны. Я сам свидетель, что Евангелие истина. Я проповедую не бумажного Бога, не аудио, не видео Бога, живого Бога, пришедшего во плоти, который, который есть Иисус. Ну все. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok